Блиц Тен Кап Делайте так с каждой из шести трансляций. Суммарно можно будет забрать, как я уже говорил, 27 ключей и открыть таким образом 27 запертых контейнеров. 27 запертых контейнеров вы сможете получить, выполняя боевые задачи. Стоит помнить, что контейнеры имеют срок на открытие в 3 дня, поэтому не затягивайте с процессом открытия, если ключи получили, ну и, соответственно, если заработали сами контейнеры. Ключи обменять ни на что не получится, годная, их можно обменять на 150 тысяч серебром, поэтому мне кажется, что лучше все-таки использовать данные ключики именно для самих контейнеров. Из контейнеров можно получить себе Lans NC и STG, но в целом это все я рассказывал в большинстве своем в своем предыдущем видео. Также мы открывали 27 контейнеров и посмотрели на результаты, тогда у меня получилось собрать STG. На сегодняшний день на пресс-аккаунте, куда мне начислены были контейнеры, у меня есть остаток 70 частей сертификата на Lans NC и 19 частей на STG. Но это то, что осталось в виде остатка. А в этом видео предлагаю открыть еще 27 контейнеров и посмотреть, опять соберем STG или все-таки получится собрать Lans NC. Ну что, друзья мои, готовы? Тогда сейчас будем начинать, а вы пока подпишитесь на канал, для того, чтобы быть в курсе всех игровых событий в нашей игре. Я снимаю видео по несколько штук каждый день и поверьте мне, все эти видео являются либо фановыми интересными, либо являются крайне полезными, потому что несут в себе ряд информаций, которые вы можете узнать исключительно на моем канале. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ну а мы потихоньку начинаем. Итак, ребят, ну что, давайте посмотрим. Первый контейнер. Первый контейнер нам приносит... Но, давай. Приносит сертификаты на Lans NC. Всего, как видите, 77, то о чем я говорил, что 70 у меня уже было. Но мы в любом случае отминусуем то, что у меня было, для того, чтобы посчитать честную математику, получится или не получится, из этих 27 контейнеров собрать именно Лансена, а не СТГ, на которого шансы выпадения в два раза выше. На СТГшечку я говорил, у меня есть 19 сертификатов, поэтому сейчас уже 26. Ну что, поехали дальше. Следующий контейнер приносит нам... Ну, давай, давай, родимый. СТГ. СТГ. Мне писали, кстати, под предыдущим видео по поводу того, что... А, фу, СТГ, блин, такое предлагают. Ребят, вам предлагают абсолютно бесплатную восьмерку. И с учетом того, что вам платить вообще ничего за них не надо, а достаточно просто посмотреть прямые трансляции, то почему бы, как говорится, и нет. В отношении вопроса того, так почему же так рано или так поздно будут прямые трансляции, всем неудобно их смотреть. Ребят, напоминаю по поводу того, что трансляции будут в отношении турниров, в которые ребята будут играть из других стран. В частности, будут играть ребята в Америке. И в связи с разницей во времени, для нас время трансляции неудобно, а вот как раз для ребят, которые в Америке находятся, самое то. Поэтому не меряйте весь мир исключительно по своей точке на глобусе, а имейте понимание того, что все мы находимся в разных часовых поясах. Что дальше? МА-5 СТГ. Пока как-то не очень. Пока как-то не очень на Лансона падает. Ну, как есть, так и есть. Жаль, конечно, что все это происходит не на основном моем аккаунте, или не хотя бы на Твинковом, потому что здесь в виде халявы в целом падает довольно неплохо. Есть сертификаты на свободку, есть немножко серебрушки, есть какие-никакие, а все-таки бустеры. Ну и в целом, я считаю, что халяве в рот лучше не заглядывать, лучше просто ее забирать и быть довольным, что дали хотя бы что-то. Я помню те времена, когда в игре вообще ничего бесплатно не раздавали, и для того, чтобы получить каких-то 300 золотых монет, необходимо было отыграть полгода и радоваться тому, что дали хоть какой-то ивент на 120 золотых монет. Да, ребят, были и такие времена, скорее всего, вы их просто не застали. А если застали, пишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вы в игре находитесь, и помните ли вы все эти чудесные времена, и как вы относитесь к той халяве, которую сейчас разработчики раздают. Осталось 13 контейнеров. Ближе к окончанию открытия этих контейнеров, я посчитаю, точнее посмотрю, сколько сертификатов уже получилось собрать, ну и потом на калькуляторе обязательно подобьем наши результаты. Посмотрим, что у нас суммарно получилось, получилось ли собрать Лансена. На СТГ на данный момент у меня уже 110. Минус 70 того получается... Сколько там? Да ладно, потом посчитаю. Для этого калькуляторы придумали. Ну а вы, если уже посчитали, пишите в комментах, получилось СТГ у меня сейчас собрать или нет. Помните ли вы, с чего мы вообще начинали? Так, с Лансенцем. Неплохо. Неплохо. СТГшка случайно скипнул. Надо было мышкой не бросаться. Ну, родимый, давай. Лансен. Нет, СТГ. 8 контейнеров до финиша. Долговатая анимация, честно говоря, но красивее. Красивее, чем открытие обычных контейнеров, типа собери их все и подобных. Здесь действительно хоть как-то интересно. Особенно, когда ты открываешь не сразу 27, а открыл 2-3, тогда это не настолько долго, но довольно-таки симпатично. Но, что у нас получается? СТГшечка. Остается у нас 6 контейнеров. Дудки, СТГ, внешний вид и 50 тысяч серебром. Ну, давай. СТГ. На всякий случай смотрим, что у нас получилось. 152. Я себе на всякий случай записал. Сейчас должен выпасть хотя бы один раз. Один раз Лансен. Ну, точнее, не так, не Лансен, а часть Лансена. Еще раз СТГ. И еще раз СТГ. Блин, на Лансена получается нет вообще что ли? И еще раз СТГ. 173. 173. Именно столько у меня получилось забрать частей на СТГшку. В отношении того, что было изначально и что получилось. 173 минус 19, которые у меня были, получается 154 части на СТГ. То есть, в этом случае, открыв еще 27 контейнеров, я все-таки смог собрать себе еще раз СТГ. То есть, за 2 раза по 27 контейнеров, 2 СТГ. То бишь, шансы получить именно СТГ гораздо выше, нежели получить Лансена. Лансена собрать у меня тоже получилось. Я собрал 105 частей, но все-таки у меня до этого было 70. Поэтому, как я понимаю, Лансена, скорее всего, не заберет практически никто. Ну, может, редкая птица долетит до середины Днепра. Пишите в комментариях в отношении того, что вы думаете по тем халявам, которые разработчики предложили за просмотр трансляции. Я лично считаю, что халява все-таки есть халява. И нечего ее оценивать тогда, когда берешь ее бесплатно. Пошел снимать специально для вас следующее видео. Надеюсь, это видео вам было интересным и полезным. В отношении того, чтобы предоставить информацию о том, когда будут трансляции. Ребят, все будет. Как только будут ссылки, будут соответствующие видео от меня. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся в следующих видео. Мира вам, друзья. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова